Всем привет, я Александр Горбунов, Старин ГУЛАГ, и сегодня мы поговорим об инициативах. Вот мы с вами часто ругаем РПЦ и, как говорится, за дело. Но стоит отдать должное, когда речь заходит о бабле, наши отечественные батюшки преображаются. Бабки, бабки, сука, бабки! Из дремучих персонажей они преобразуются в расчетливых выпускников бизнес-школ, вытаскивают капусту из бород, превращают подрясники в строгие деловые костюмы и начинают говорить на чистейшем русском языке, подсчитывая при этом все на калькуляторе. В бизнесе я руководствую себя только тремя правилами. Это работа, бабки и пресс. Недавно один из священнослужителей предложил молодым людям вместо знакомства в интернете знакомиться в храмах. Удивительно, что до этой бизнес-идеей они додумались только сейчас, ведь все это время она лежала на поверхности. В церкви есть все для того, чтобы наладить знакомство. Во-первых, там есть бухло. Когор в смысле. Чем закусить, опять же, тоже есть. Есть просвирки. Есть там же и чем занюхать. Разумеется, ладно, но... Вот теперь заживем. Поэтому тиндер больше не нужен. Вместо тиндера будет храм, где можно будет найти свою любовь. Там можно установить камеры, чтобы следить, как люди налаживают между собой знакомство. Возможности для капитализации моря. Люди познакомились. Захотели пожениться. Венчание. Это, как известно, услуга платная. Решили расстаться? Церковь, конечно, разводы не приветствует. Но по тройному тарифу венчание кто же устоит? Развод вполне допустим. Все предпосылки для того, чтобы развивать эту глобальную корпорацию РПЦ. И, как следствие, я думаю, у РПЦ есть все шансы выйти на фондовый рынок. И тогда, конечно же, можно обязательно покупать их акции. Сейчас. Прямо сейчас, Джон. Свои акции они продают напрямую по 10 центов за штуку. И, кстати, Джон, наши аналитики подсчитали, что они взлетят до небес очень скоро. Поскольку человеческое стремление верить в чудеса и прочее сверхъестественное бесконечно. А насколько бесконечна поповская жадность, об этом мы регулярно узнаем известника оптимизма. Так что доходы и рост акций нам гарантированы. Ну, с Божьей помощью, конечно же. Депутат Госдумы Сергей Восторецов, естественно, от партии «Единая Россия». Партии, которая фонтанирует идеями, как прорванная канализация нечистотами, предложил обложить налогами домохозяек. Знаешь, звучит как охуенная идея! Бесспорно, прекрасная идея. Например, сварила домохозяйка борщ. Отлей половину и отнеси ее в Госдуму. Там депутаты голодают. Им нечего есть. Их огромных доходов не хватает для того, чтобы обеспечить свои нужды. Депутаты Госдумы голодают. Нажарила котлет? Отломи половину котлеты у своего ребенка. И опять же отнеси тем, кто больше всего нуждается. А нуждаются у нас больше всех, конечно же, депутаты. Вот только как быть супружеским долгом? На середине процесса муж останавливается и за дело берется депутат? Звучит греховно. Без РПЦ тут не обойтись. Сот священника слышал, что это очень тяжелый грех. И более того, этот Воскресцов высказал еще одну не менее гениальную мысль. Он сказал, что нет смысла повышать налоги богатым, поскольку это сравнимо с тем, чтобы лить воду в сито. Причем это дословная цитата. Я абсолютно согласен. Какой вообще смысл повышать налоги и брать больше с людей, у которых есть деньги? Гораздо выгоднее и по-единороссовски брать деньги с того, у кого этих денег вообще в принципе нет. Если денег нет, то можно тогда вместо денег брать человека сразу в рабство. Кстати говоря, ведь наши прапрапрадеды не могли ошибаться. Была такая прекрасная вещь, как крепостное право. И почему бы его срочно не вернуть? Если не смог заплатить налог, тебя берут в рабство. Вот и иди, собственно говоря, и отрабатывай эти деньги. Для того, чтобы депутату было на что жить и придумать все новые и новые инициативы. Инициатива. РПЦ и следственного комитета. Братуха, план просто выходит. Смотри сюда. Смотрите, какая многоходовочка. Приходите вы в бассейн. Его перед этим осветил. Кто-то, естественно, там прыгает, плавает. Ну и как водится. Ну а как же, если есть бассейн, то в него надо что сделать? Правильно? Нассать. Батас, какого хрена? Ты что, писаешь в бассейн? И вот вы ссыте в этот бассейн, причем даже может быть неумышленно. А он что был перед этим? Тоже совершенно верно освещен. И ваши действия, это уже оскорбление чувств верующих. Соответственно, батюшка, договорившись перед этим с каким-нибудь следователем, это дело просекает. Следователь получает премию, батюшка получает откат. Все счастливы, вы как грешник наказаны, а наши боголюбимые священнослужители получают еще одну звездочку для попадания в рай. Как видите, это действительно коллаборация года. Но не все так просто с освещением воды. В нашей стране вообще ничего просто не бывает. В Калининградской области то ли попы допустили ошибку в заклинании, то ли божественная сила на дураков не действует, уже не понять. Но факт остается фактом. 23-летний местный житель произнес поздравительную речь и прыгнул в прорубь головой вниз. Через некоторое время он всплыл спиной вверх. Как сообщает лента РУ, празднующие подумали, что это розыгрыш. И не поспешили вытаскивать охотника за божьей благодатью. А когда поняли, что пранк затянулся, вытащили болезненного из исцеляющей купели и находящиеся рядом врачи скорой помощи диагностировали ему перелом шеи от удара головой об дно. Ну и ваша любимая рубрика «Ебанутым нет покоя». В Санкт-Петербурге, в культурной столице, тоже они сидели сложая руки и решили посчитать геев в своем городе. И на совещании у Бенглова председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец озвучил, цитирую, что в Санкт-Петербурге количество мужчин, практикующих однополый секс, составляет 10 500 человек. И вот мне интересно, как происходил этот подсчет, что Беглов под покровом ночи брал свечку, шел и заглядывал в окна добропорядочных петербуржцев? А вдруг они практикуют эти свои однополые соития днем? И тогда Беглов этого просто не мог видеть, потому что по его логике все это должно происходить исключительно ночью. А вдруг где-то были плотно занавешаны окна, и вообще как они так могли это все подсчитать? Почему именно 10 500 человек, а не допустим просто 10 000 или не 11 000? Потому что... Откуда такая щепетильность и точность в подсчетах? Может быть Беглов подсчитал сотрудников в своем аппарате? И еще одна немаловажная деталь. Ни слова не сказано о лесбиянках. Будто их нет. Или просто Беглова и его администрацию не интересуют женщины, и все внимание сконцентрировано исключительно на совокупляющихся друг с другом мужчинах. Согласитесь, странно. Если у вас есть какие-то идеи на этот счет, оставляйте их в комментах, потому что я правда не понимаю, откуда власти Петербурга взяли эту цифру. Но не все в Петербурге заняты подсчетом геев. Есть там и взрывомныстящие люди, остро реагирующие на неизбежность разрушительных для страны процессов. Например, один из таких неравозвучных граждан – бездомный Виктор. Как обычно, фланируя по северной столице, пронизываемый ветрами Виктор вдруг видел обращение Путина к федеральному собранию. Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Отложив прогулку, он дослушал внимательную речь президента и неутолимая печаль, что Конституцию, как недоеденный плавальный сурок, решили выбросить, пронзила душу бродяги, словно острая сосуля с петербургской крыши. Ленинградская подворотня не только Владимира Путина научила жизни, но и нашему Виктору преподавал его урок. Борись до конца. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. И недолго думая, человек без постоянного места жительства, но с твердыми политическими принципами, двинул в Конституционный суд, чтобы выяснить, а не ущемляет наши гражданские права такое похабное обращение с высшим законом. Ну и погреться немножко, наверное, тоже. Равнодушные клерки не стали отвечать на справедливые вопросы, а просто всучили бедняге брошюру и выставили обратно на мороз. Блядь, выходи отсюда, сука, убьем нахуй, блядь! Уходи отсюда, блядь! Пошел вон! Но Виктор больше не чувствовал холода. Его согревала ярость. В отчаянии Виктор позвонил в полицию и сообщил, что суд заминирован. Когда нашего защитника Северной Пальмиры и Конституционных устоев задержали менты, он объяснил свой поступок невыносимой депрессией от послания президента, последствия которого, цитата, «могут привести страну к разрушительным последствиям в стране и обществе». Теперь Виктору грозит до восьми лет. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отличился. Думаете, он создал из своего региона благополучный край, место, откуда не хочется уезжать, где процветает малый и средний бизнес, люди чувствуют себя счастливыми, где царит справедливость и закон? Да нет, конечно. Он же не враг народа какой-то. Он же такой настоящий кондовый руководитель. И поэтому он всякими этими глупостями не занимается. Он просто призвал убивать блогеров и журналистов. Дядя Петя, ты дурак? Да, причем так и сказал, цитирую, что нужно мочить блогеров и журналистов, потому что они критикуют Россию. Как известно, в России же всегда все было хорошо. А всему виной именно вот эти те, кто ее критикуют. Беда не от чиновников, которые разборовывают страну, не от таких руководителей регионов, в открытую призывающих убивать других людей, не от ментов, которые пытаются задержанных, не от судей, которые выносят обвинительные приговоры невиновным людям. Беда именно от блогеров и журналистов. Черт, я так и знал! Почему? Потому что они говорят об этих проблемах. А если о проблемах не говорить, то считай, их нет. Вот допустим, если бы вы не знали о том, что где-то люди не могут получить лекарства, то сдохли бы эти люди себе тихо. И считай, нет никакой проблемы. А эти твари, блогеры и журналисты, эти темы поднимают и обсуждают. Поэтому ясное дело, их, как говорит глава Чувашии, нужно мочить. И тогда никаких проблем не будет. Вот Сталин говорил, нет человека, нет проблемы. А глава Чувашии пошел дальше и изрек новую истину. Нет блогеров и журналистов, нет никаких проблем. Вот вы часто ругали и часто критиковали. Дом-2. А там оказываются бывшие участники этого проекта, умнее многих людей, которые считают себя экспертами. И даже умнее тех, кто принимает решения, как нам жить. Сейчас я говорю об Алене Водонаевой. У себя в инстаграме она возмутилась тем фактом, что президент пообещал дать денег россиянам и, как в известном меме с напутствием, ебитесь. Алену это возмутило. Я сейчас не буду рассказывать про то, что она на самом деле отчасти даже и права, поскольку есть масса исследований о том, что такие способы стимулирования рождаемости ни к чему хорошему не приводят. Потому что когда стимулом родить ребенка является необходимость погасить часть кредита по ипотеке, то это, мягко скажем, пиздец. И поощрять это не стоит. Если вы действительно хотите повлиять на рождаемость, то куча исследований, которые говорят, что вводить нужно не какие-то единоразовые материальные поощрения, а наоборот, долгосрочное пониженное налогообложение, возможность получать льготные кредиты на развитие бизнеса, чтобы, например, простимулировать рождаемость именно у среднего класса. И что тут началось? Алене Водонаевой посвятили несколько эфиров на федеральном канале, где в прайм-тайм депутаты взрослые и не очень обсуждали, как она посмела, мразь, тварь, говорить такие вещи и не поддерживать заявление президента. И как она может не хотеть ебаться за несколько сотен тысяч рублей и рожать за это детей? Но что тут можно сказать? Можно сказать, что Дом-2 подготовил отличную смену. Если заменить всех депутатов на участников этого проекта, то, возможно, это и станет выходом из того кризиса, в котором сейчас находится наша страна. Заходит как-то в бар бывший мент, пианист, прыгунец-шестом, актер и казак. А барменам говорит, не хотите написать новую конституцию? Это не шутка, а рабочая группа по внесению по праву в конституцию, куда вошли Захар Прилепин, Денис Мацуев, Елена Ясимбаева, казачий атаман и еще несколько десятков сказочных персонажей. Все это безумие последних лет с нагайками, православным старинизмом и показными характерием. На зло западу отрежем себе ногу. Прилепин, видимо, внесет поправки, объясняющие, почему русским деньги не нужны. А нужен только автомат, пара сапог на двоих и безымянная могила где-то за пределами страны. Потому что, как известно, для настоящего государственника нет большей боли, чем время, когда русский человек не воюет. И Синбаева, как истинная патриотка, проживающая в Монако, обяжет всех любить родину до кровавого поноса. А у кого не получится, тому козячий атаман поможет. И все это под прекрасный аккомпанемент Дениса Мацуева. Удивительно, почему эту команду мстителей не пригласили братьев-запашных, у которых большой опыт воспитательных побоев животных. Или хотя бы Куклачева. У них ведь, наверное, тоже есть идеи, которые можно внести в конституцию. Да и Надежда Бабкина могла бы привнести радость на этот пир духа. Пока веселый проигрыш Дениса Мацуева не заглушил звук нашего колокольчика, вы успеете на него нажать, а также поставить лайк и подписаться на канал, пока до вас не допрыгнула Елена Ясенбаева и казачий атаман. Успейте отправить ссылки своим друзьям. Идите спать. Бездомному Виктору грозит до 8 лет, а нам вечность. Субтитры создавал DimaTorzok